Автономная некоммерческая организация «Центр развития способностей «Карьерный путь» работает в нашем районе в течение года. Здесь оказывается реальная помощь детям в повышении социальной адаптации, развитии навыков проектной деятельности. За счет гранта губернатора Кубани реализуется проект развития финансовой грамотности и гибких навыков посредством игры «Мегаполис». В ходе этой интереснейшей игры мы видели, с каким энтузиазмом детвора осваивают практические навыки составления бюджета, как они учатся планировать расходы и управлять деньгами. Им помогают определить, на что они хотят потратить свои деньги, составить список расходов. Это покупки в магазине, игрушка, книга или что-то еще, развлечения или другие затраты. Дети учатся откладывать деньги, принимать решения. Это все очень важно. Игра «Мегаполис» – это вообще такой яркий момент для детей, который несет в себе много разных полезных воздействий. Во-первых, это социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья, поскольку в игре «Мегаполис» мы развиваем у детей гибкие навыки, умение общаться друг с другом, умение контролировать свои эмоции, очень много работаем над эмоциональным интеллектом. Сюда же мы включаем финансовую грамотность и информационную безопасность. И в рамках проекта один раз в месяц мы проводим игры «Город профессий». Это масштабное явление. За каждую игру дети, а у нас их от 40 до 60 приходят одновременно, проходят по четыре профессиональные области. Это и швея, и строитель, и пожарный, и даже стоматолог. Все направления игры взаимосвязаны между собой. В игровой форме дети знакомятся с профессиями, оказывают услуги, зарабатывают условное денежное вознаграждение. Осваивая на групповых занятиях основы финансовой грамотности, они учатся правильно общаться и управлять своими эмоциями. С Натальей Ивановной знакома давно. Она всегда зовет именно нас в какие-то свои проекты. Здесь много оплачиваемых проектов, но этот проект, он именно для семей, которые находятся в сложной жизненной ситуации, так можно сказать. И нашим детям это очень нужно. Нам нужно это общение, нам нужно это развитие. Мы много отсюда берем, и ей мы очень благодарны. Конечно, Центр развития способностей «Карьерный путь» нуждается в поддержке, чтобы проводить свои обучающие мероприятия для большего числа юных славянцев. Председатель Совета молодых депутатов Славянского района Алексей Литвиненко готов поддержать автономную некоммерческую организацию, преследующую благие цели. Некоммерческая организация «Карьерный путь» обратилась в нашу общественную приемную Совета молодых депутатов. Пришла Наталья Ивановна, руководитель, рассказала об организации, о проектах, которые они реализуют с детьми, с ОВЗ. Они выиграли грант, то есть «Карьерный путь» выиграл губернаторский грант, и очень себя хорошо показали в этом. И сейчас реализуют проект. Мы договорились с ними о взаимодействии. Сейчас мы им оказываем информационную поддержку, чтобы все жители нашего района знали, что у нас есть такая организация, которая помогает в развитии наших детей. Также планируем оказывать материально-техническую поддержку. И дальше будем сотрудничать. Популярность Центра развития способностей «Карьерный путь» у славянцев свидетельствует о том, что он на верном пути. Развитие эмоционального интеллекта помогает детям развивать навыки межличностного взаимодействия. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».